С целью разъяснительной работы в Ленево состоялся семинар по новшествам в налоговом законодательстве. Встреча состоялась 20 июня в Леневском доме культуры. 1 июля 2019 года заканчивается третий этап по переходу на новую контрольно-кассовую технику. Это основная тема семинара, участие в котором приняли представитель налоговой инспекции с одной стороны и представители малого бизнеса с другой. Большой объем малого бизнеса или большое количество предпринимателей должны будут перейти с 1 июля на новые кассы. Это касается почти всех, кроме услуг, которые оказываются населением, где нет наемных работников. То есть можно пока работать без кассы и без работников тем, кто осуществляет, допустим, парикмахеры, швеи, пассажиры перевозки, грузоперевозки. Ну и так далее, что-то похожее на эти бизнесы. Помимо предпринимателей, на встречу были приглашены представители центров технического обслуживания, фирмы, занимающиеся поставкой контрольно-кассовой техники. На предложение принять участие в семинаре открытнулась лишь одна компания, являющаяся лидером в своей сфере. Начинали мы в 2016 году как единственная компания, производимая именно смарт-терминалы, с возможностью расширения под несколько этапов реформ, потому что реформа у нас сейчас будет несколько этапов. На сегодняшний день существуют, конечно, другие тоже компании, которые этот тренд, скажем так, тоже подхватили и начали создавать какие-то аналоги. Сегодня в нашем регионе насчитывается порядка 36 фирм, занимающихся кассовым оборудованием. У предпринимателей есть выбор, на какой из них остановить свое внимание с целью дальнейшего сотрудничества. В рамках семинара говорили о новшествах, что такое онлайн-кассы, как они выглядят и какую предпочесть, учитывая все плюсы и минусы. Обсуждали преимущества новой современной техники. Большое внимание уделили вопросу о маркировке изделий, которая станет обязательной для ряда продукции уже с 1 июля. Представитель налоговой инспекции отметил, что большинство предпринимателей с новыми правилами уже знакомы. Однако, незнание закона не освобождает от ответственности при его нарушении. В случае невыполнения новых требований предприниматель подвергнется мерам административного воздействия.